Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Почему большинство успешных мужчин меняют коней на перебраве? Вот смотрю Битва Шефов и Константин Евлёв бросил жену и трое детей после 20 лет брака. То есть с ней он вырос до того, как он сейчас, до того, кто он сейчас, и поменял на молодое тело, которое вряд ли купилось, если бы он был электрик простой. Где мы, женщины, делаем ошибку, что прожив огонь в воду с мужем, медные трубы сжирают старую семью. Ну вот. Далее вы пишите, что сразу женщина виновата, а мужчина прям ангел в оплате. Нет, ну, справедливости ради, надо сказать, что если вы спрашиваете, что женщина делает не так, то вам и указывают на ошибку. Вот. Понимаете? Когда мы, женщины, делаем ошибку, спрашиваете вы. Вот мы вам и указываем на ошибку. Другое дело, что то, что вы делаете ошибку, например, не означает, что вы виноваты. Вот. Это другой вопрос. То, что вы говорите о том, что сразу женщина виновата, эта история, ну, как бы тут совершенно, совершенно четко чувствуется, что есть у вас какие-то обиды на мужчины, и вы их обвиняете. Но вам бы здесь увидеть, что за этим обвинением, да, стоит обида стоит. Например, ваша, если обиды, то с обидой нужно поработать, обиду нужно прожить, обида – это ожидание, обида – это определенный паттерн поведения, вот, определенный способ выражения своих чувств, вот, все это выражается, вот, собственно, в фрустрации. Дальше. Почему большинство мужчин меняют коней на переправе, спрашиваете вы. Дело в том, что если женщина, что называется, выраживает мужчину, то есть дотягивает его, вот тянет его до успешного уровня, то мужчина, достигнув этого уровня, понимает, что она им больше не нужна, потому что она перестает его тянуть. Их отношения строились только на том, что она его тянула. Ну вот. Если это так, мужчина меняет коней. Правда, женщину сравнивать с конем, мне кажется, не очень круто, но это уже не мои слова. Бывают и другие моменты, когда, например, успешность приносит в семью абоминацию какого-то финансового аспекта, социального аспекта, да, а какое-то вот удовольствие, наслаждение, непосредственно здесь отношения уходит. Да, за это ответственны оба партнера. Оба. Это правда. И любые отношения, если есть чувства, можно скорректировать, можно как бы, ну, выровнять. Но не все люди так делают, не все люди так поступают. И большинство просто выбирает легкий путь. Добавьте сюда еще обиды какие-то, да, и все. Дальше. Вот вы пишете, значит, про то, что он поменял на молодое тело, которое вряд ли бы купилось. Почему вы думаете обязательно, что купилось? Дело в том, что если мужчина бросает свою женщину, жену имеется в виду, и тем более детей, то это говорит о том, что между супругами нет компакта, нет взаимодействия личностей. То есть люди перестали взаимодействовать как личности, свели свои социальные роли исключительно к мужу и жене, к партнерам по хозяйству, к партнерам по ведению каких-то финансовых историй. Ну и родители тоже. Этого очень мало. Далее. Вы не знаете, общается ли мужчина с детьми или нет. Можно бросить жену, но общаться с детьми. Если мужчина с детьми не общается, там, скорее всего, проблемы, опять же, с женой. То есть очень часто мужчина не может общаться с детьми, да, если у него вот какие-то проблемы с супругой. Так или иначе, смена на молодое тело, это история про личностное взаимодействие, его отсутствие. Потому что на одном теле далеко не уедешь. Секс, он довольно быстро приедается, особенно если нет чувств, и вся эта история заканчивается. Поэтому я не думаю, что только эта история. Скорее, дело в том, что, ну, может быть, эта новая девочка, более молодая, она может мужчину поддерживать, разрешать его энергию, это то, чего ему не хватало. И он так и решает свою проблему. Да, можно эту проблему решить иначе, можно. Это правда, можно. Обязательно разводиться, новую девочку искать. Можно. Но не все люди это делают. Опять же. Вот. А последнее, о чем хочется сказать, то, что смена приоритетов и ценностей бывает у человека. Ведь в течение жизни люди меняются. И многие люди становятся успешными и меняют свои ценности. Так бывает. То, что вы говорите про огонь в воду и медные трубы, это про требования гарантии у вас. Вот. И да, гарантии никто не может дать гарантии, что вот прожил человеком 20 лет и будешь с ним еще столько же. Нет. Все в любой момент может закончиться. Люди думают, что если 20 лет прожил, то это на всю жизнь. Это ошибка. Так же, я думаю, что у вас есть какой-то слой негативный опыт, который имел бы смысл рассмотреть и проанализировать. Потому что, ну, не просто так вы смотрите битву шефов и почему вас вообще эта тема волнует. Вот. Понимаете, на этот глаз есть какой-то слой негативный опыт. Его надо проанализировать, а не уходить в обсуждение третьих лиц. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, там, позволит вам начать над собой работу. Удачи. Обращайтесь. Вот. И не бегите от своих проблем в обсуждении каких-то сторонних людей. Это ничего вам не даст. Ну. Так. Italian. Был. 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 Та. Та. Пذ.